Селзник Студио Селзник Студио Селзник Студио Продюсер Дэвид Селзник Бруклин, Нью-Йорк, 80-е годы XIX века Селзник Студио Принял бы смерть с таким мужеством Ей нельзя оставаться там слишком долго Дорогая, папа выздоровел? Папе лучше? Да, дорогой Ему лучше Ему уже совсем, совсем хорошо А у нас с тобой никого больше нет Никого Мой малыш Седи был совсем мал и не знал, что бы ему еще сделать Но делал все, что мог И даже не подозревал, какое он для нее утешение Клубника Свежая клубника Клубника Свежая клубника Мэри, как думаешь, он обрадуется? Еще как обрадуется Он даже и представить себе не мог такого подарка на день рождения Он будет самым счастливым мальчиком во всем Бруклине Дорогая Дорогая Я здесь, Седи? Дорогая Смотри Смотри Брат Мэри Майкл подарил мне этот меч А Мэри подарила эту книгу Это приключение Робина Гуда Послушай Сдавайтесь, подлые трусы Независимо от того, сколько вас Я сражу вас всех Видишь, дорогая Это все Мэри Я Робин Гуд Вы окружены Вам не сбежать Пощады не будет А теперь, дорогая, ты кричишь На помощь, Робин Гуд На помощь, Робин Гуд На помощь Вам от меня Вот Он тебе нравится? Господи Не могу в это поверить Он Он Превосходный Дорогой Тебе правда нравится? Это то, чего ты хотел? Именно то Я очень надеюсь на это Только будь осторожен Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось Такого велосипеда нет ни у кого Во всем Бруклине Не говори Смогу я пойти покататься, дорогая? Я не могу ждать ни минуты Мне еще надо показать его мистеру Хоббсу Иди-ку Можно мне прямо сейчас? Так сразу? Не езжай, дорогой Только будь осторожен Вот и мы У меня есть велосипед Сэдди, Сэдди, пожалуйста Будь осторожен Хорошо Кепочку надень Кепочку Вот так Пока, дорогая Пока Буду осторожен Я буду очень осторожен Осторожен Я буду очень осторожен Доброе утро, миссис Мэггила Гадди Доброе утро, Сэдди Доброе утро Как ваши кости? После вчерашней грозы Ноют, как проклятые А что ночью творилось? Такое всегда со мной случается после дождя Неужели? Как странно Но сегодня погода замечательная Как раз для катания на велосипеде Да, думаю, ты прав Особенно для тех, у кого есть велосипеды Полагаю, сегодня многие отправятся кататься на своих новых велосипедах Ух ты мой, откуда у тебя этот велосипед, дружок? Он мой Дорогая подарила мне его на день рождения Какая красотища На таком сам президент мог бы ездить А еще у него есть звонок Напоминает звон колокола святого Патрика Тебе можно позавидовать Что ж, мне пора Чуть не забыл Не могли бы вы это сохранить у себя, миссис Мэггилла Гадди? Пока я не вернусь Конечно Вы только посмотрите на этого красавца Весь отки в новой одежке Важный такой деловой Он вас задрал до самых небес Эй, малявка Где ты достал такой велосипед? Позвольте мне пройти? Ну, дай как покататься Что, жалко? Извини, не дам Что, боишься запачкаем? Нет, я сам хочу на нем покататься Жадина Англичанишка, почему бы тебе не убраться в свою дуру? Я американец, а не англичанин Где же ты набрался в таких словечек? Мой отец был англичанином, но это не ваше дело А твоя мама любила пошалить Не смей говорить о моей маме Мама англичанишки, мама англичанишки Я думаю, тебе лучше убрать руки с этого колеса А если я не уберу, то что? Тогда мне придется самому их убрать Ты не посмеешь Трусливый молокосос Трусливый молокосос, трусливый молокосос Держись, Сэдди Я уже бегу Моя нога! Давай, Дик, задай им жару Берегись, справа Ребята, здесь, Коп Уходим А ну, стоять, пошивцы Если бы не вмешался этот Коп, мы бы им надавали Спасибо за то, что пришел мне на помощь, Дик В следующий раз мы зададим им Слава Богу, он цел и невредим Ничего себе, где ты его достал Дорогая подарила Но разве он не замечательный? Я таких даже не видел Я позволю тебе первому покатиться на нем Спасибо Большое вам спасибо, мистер Убрайан Я всегда рад тебе помочь, мальчик мой Хотя я уверен, что мы и сами бы справились Ну, разумеется Я лишь пытался уберечь вас от совершения убийства Дик, я собираюсь прокатиться по кварталу А затем заехать к мистеру Хоббсу Ты со мной? Я подойду попозже Мне еще нужно проводить Бена, своего брата Он собирается на заработки А куда он уезжает в Техас? Нет, в Чикаго Здорово, я бы тоже хотела путешествовать А вот и мой брат Бен Дик, нам пора Приходи к мистеру Хоббсу как можно скорее Бокалейная лавка Хоббса Предлагаю отпраздновать твой день рождения имбирным лимонадом, печеньем и конфетами Это замечательно, мистер Хоббс Вот только... Только что? Дик скоро должен подойти И если бы мы могли подождать его Да, думаю, стоит его подождать Когда он придет, мы устроим грандиозную вечеринку Что вы читаете, мистер Хоббс? Вот так они сейчас разбегаются Эти английские аристократы Терпеть не могу всех этих графов, маркеризов Но погоди, еще восстанут те, кого не поработили Вот А много у маркизов и графов встречали? Нет, уж уаль Пусть хоть бы один попробовал сюда заебиться Я не потерплю, чтобы эти жадные тираны сидели на моих ящиках с печалью Может, они отказались бы от своих титулов, если бы знали, что к чему? Ну нет, они ими гордятся Такими уж они и родились Подлые душонки А вот и Дик Ты как раз вовремя Не верю глазам своим Это же имбирный лимонад Твое здоровье, Сэдди С днем рождения тебе Большое спасибо, мистер Хоббс Мэри Идем-ка домой, голубчик Хозяйка тебя зовет Бог ты мой, что у тебя с лицом? Мне очень жаль, мистер Хоббс, но я должен вас покинуть Сдорого что-то случилось? Нет, нет, с ней все в порядке А что тогда, Мэри? Не задавай мне вопросов Странные у нас дела происходят Простите, мисс Эрл, но вам не стоит недооценивать великие возможности Которые открываются для Сэдрика после смерти его дяди, брата вашего мужа Мистер Хэвишем, вы только представьте, что для матери значит разлука Миссис Эрл, не забывайте, что я всего лишь адвокат Я представляю интересы графа Доринкорта Граф Доринкорт ненавидит эту страну И до сегодняшнего дня он не желал признавать внука Почему я должна отказаться от своего мальчика? Прошу меня простить, миссис Эрл Я забыл сказать, что вы можете сопровождать лорда Фаунтлерой в Англию Но я вынужден сообщить, что граф Доринкорт не слишком расположен к вам Он старый человек, его предубеждения очень сильны Он всегда не любил Америку и американцев И был весьма рассержен женитьбой сына Он не преклонен в своей решимости не видеть вас Вы будете жить неподалеку в Корт-Лодже Граф обеспечит вас достойным содержанием Вы будете видеться со своим сыном Но только не в замке Вам запрещено подходить даже к воротам замка Мэри, пришла твоя сестра Здравствуй, Бриджит Что стряслось? Майкл очень болен У нас нет денег даже за дом заплатить Бриджит, сейчас мне не до тебя У меня есть проблема поважнее Интересно, как бы ваш муж поступил в данной ситуации А вы знали моего мужа? Да, я хорошо знал капитана Эролла Я любил его, и все любили Он был очень привязан к своему дому Да, я знаю Уверен, вы согласитесь с тем, что он оценил бы преимущество такого положения и воспитания для сына? Да Вы правы Мой муж хотел бы этого Мистер Хавишем, позвольте мне самой сообщить Сэдди эту новость Он никогда не должен узнать о том, что его дедушка не любит меня Кто может помешать им подружиться? Да, конечно Ваш сын будет благодарить вас за это, когда вырастет Надеюсь, дедушка полюбит Сэдди Сердце у мальчика очень доброе Его всегда любили Дорогой, это мистер Хавишем Он приехал навестить нас из Англии по поручению твоего дедушки Рад познакомиться Так вот он, маленький лорд Фаунтлерой Понимаешь, дорогой, от твоего дедушки не осталось детей Он очень одинок Поэтому он хочет, чтобы мы приехали в Англию и жили с ним Твой дедушка граф А ты его единственный наследник Теперь у тебя новое имя, лорд Фаунтлерой Однажды ты станешь графом Доринкорта А мне обязательно становиться графом? Я не знаю ни одного мальчика, который был бы графом Дорогой, я боюсь, с этим ничего не поделаешь Ты только представь, скоро мы отправимся в Англию Да не хочу я уезжать в Англию Дорогая, неужели это обязательно? Что же скажет мистер Хоббс? Что-нибудь еще, мэм? Сколько стоит масло? 13 центов, мэм 13? В прошлый раз я покупала его за 12,5 Должно быть, это было в прошлый месяц И сегодня оно стоит 13 Неужели? Что ж, тогда масло не нужно Кошмар, какой-то цены растут не по дням, а по часам Всего хорошего До свидания, мэм Здравствуйте, Сэдди Что случилось? Мистер Хоббс Вы помните, о чем мы говорили вчера утром? Кажется, мы говорили об Англии Да-да А разговор про графов, помните? Да, конечно Мы их слегка задели, точно Вы еще сказали, что не допустите, чтобы они тут рассиживались на ваших ящиках с печеньем Сказал, еще раз скажу, пусть только попробуют, увидят тогда Мистер Хоббс На этом ящике сидит один из них Что? Да, я граф Вернее, я им буду Не стану вас обманывать, мистер Хоббс Тебе жара в голову ударила Да, сегодня очень жарко Как ты себя чувствуешь? Голова болит? Благодарю вас, но я здоров Мне очень жаль, но это правда, мистер Хоббс Мистер Хевишев, адвокат Он приехал из Англии, чтобы сообщить нам об этом Его прислал мой дедушка А кто у тебя дедушка? Мне трудно было запомнить, поэтому я записал Джон, Артур, Малина, Эрол, граф Доринкорт Так его зовут А живет он в замке Вернее, в двух замках Или даже, кажется, в трех Все его сыновья умерли Поэтому я должен стать графом Теперь я, лорд Фаунд Лерой Провалиться мне на этом самом месте Похоже, у нас обоих солнечный удар Вовсе нет Все это чистая правда, мистер Хоббс Как ты сказал, тебя теперь зовут? Седрик Эрол, лорд Фаунд Лерой Ну и ну Что ж Ты всегда больше походил на англичанина, нежели на американца Скажи, от этого никак не открутиться Боюсь, что нет, мистер Хоббс Дорогая говорит, что отец хотел бы этого Но раз уж мне придется стать графом Я не буду таким тираном, как они Правда, мистер Хоббс Если англичане начнут войну с Америкой Я постараюсь остановить ее Англия отсюда очень далеко Правда? Надо пересечь Атлантический океан Это меня и огорчает Возможно, теперь мы не скоро увидимся Мне даже думать об этом не хочется, мистер Хоббс Ну что ж Даже лучшие друзья расстаются Мистер Хевишем, боюсь, американская еда может показаться вам необычной Не сильно, мэм К примеру, ваши маффины то же самое, что и наши бисквиты А я обожаю печенье Кроме того, удовольствие мне доставляет компания, а не еда Благодарю, мистер Хевишем Когда вы станете графом, вы будете давать превосходные званые обеды в одном из прекраснейших замков Англии А знаете, я не совсем представляю, что такое граф Мне кажется, если собираешься стать графом, нужно знать, что это такое Не могли бы вы мне объяснить? Что ж, графом может стать человек, который хорошо слушал своему государю или совершил что-нибудь замечательное Так же, как и президентом? Неужели? Разве здесь с президентом выбирают за это? Да, сэр, если это очень хороший и знающий человек, его выбирают президентом Устраивают шествие с факелами и оркестром И все произносят речи Я раньше думала, что может и я стану президентом Но мне и в голову не приходило, что я могу стать графом Но это, пожалуй, не то, что быть президентом Граф часто очень древнего происхождения Это как? Из очень старой семьи Понимаю, это как торговка яблоками, ей лет сто, не меньше У нее такое древнее прохождение, что вообще непонятно, как она на ногах держится Жалко ведь тех, кто такой старый и имеет такое древнее прохождение Она говорит, что у нее кости болят, и у дождик ей всегда хуже Когда я говорил о древнем происхождении, я имел в виду не возраст Первый граф Доринкорд был возведенным графское достоинство сотни лет назад Ну и ну Это очень давно, да, дорогая? Да, милый Многие графы были очень отважными людьми и участвовали в великих сражениях Я бы тоже хотела участвовать Мой отец был очень отважным солдатом Совсем как Джордж Вашингтон Я рада, что графы храбры Это великое преимущество Простите, я отлучусь на минуту Мне нужно кое с кем повидаться Да, конечно У графов есть еще одно важное преимущество У некоторых из них много денег Это хорошо Мне тоже хотелось бы иметь много денег Да, для чего? Знаете, с деньгами можно многое сделать Будь я богат, я бы купил торговки яблоками, брезентовый навес Для лотка и маленькую печку А еще теплую шаль Тогда бы ее кости не так сильно болели А что бы вы еще сделали, если бы были богаты? Я бы купил дорогой всякие красивые вещи Дорогой? Так папа назвал маму А потом Дик Кто такой Дик? Чистильщик сапог Я бы купила ему новую одежду, щетки Еще хорошую завеску Он говорит, что больше ему ничего не нужно Что-нибудь еще? Еще я подарил бы мистеру Хоббсу золотые часы с цепочкой А что бы вы себе купили, будь вы богаты? Должно же быть что-то, о чем вы мечтаете Да Пони Но я даже мечтать об этом не смею Простите Ко мне пришла бедная женщина, у которой стряслась беда Ты говоришь о Бриджит? Да, дорогой Хотела бы я сделать что-нибудь и для нее У нее шестеро детей, а может без работы У него ревматизм И не просто ревматизм, а горячка началась Перед отъездом из замка Доринкорд Я виделся с графом И он велел мне исполнять все ваши пожелания И давать вам все, что вы захотите Так Здесь пять фунтов В переводе на ваши деньги это будет 25 долларов Если вы хотите помочь этой бедной женщине, уверен, ваш дедушка тоже хотел бы этого То есть я могу их забрать и могу отдать ей деньги прямо сейчас? Дорогая, могу я отлучиться? Да, Сэдди Бриджит! 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 Постой! Вот тебе деньги от моего дедушки Это немалые деньги, мистер Хевишем Мы никогда не были богаты Только теперь я начинаю осознавать, какой великой силой будет обладать Сэдди Но он еще ребенок Мне страшно Сэдди, потому что я успел увидеть и услышать, бояться нечего Надеюсь, вы правы Я не хочу, чтобы эти невероятные перемены испортили его Она расплакалась Она сказала, что это слезу радости Прежде мне не доводилось видеть, как плачут от радости Наверное, мой дедушка очень хороший человек Быть графом гораздо приятнее, чем я думал Я почти рад, что буду графом Мистер Седрик Эрол Кортлодж, Англия Мы любим наш домик, правда, дорогая? Мы всегда будем любить его Конечно, будем, милый Я пришел упроститься Дело в том, что я еду в Англию и буду там лордом А мне не хотелось бы беспокоиться о ваших костях каждый раз, когда идет дождь Да благословит тебя Господь, мой мальчик Теперь моим костям ничего не грозит Могу я поцеловать тебя на прощение? Конечно Держи яблочко Съешь его во время путешествия Большое спасибо Нет, нет Прибереги свои деньги Это тебе подарок от меня Еще раз спасибо Что ж, всего хорошего Прощай, дорогой Что ж? Что ж Что ж Что ж Что ж, прощай Надеюсь, дело пойдет в гору Ну еще бы, теперь у меня даже вывеска есть Разве это не замечательно? Я надеюсь, ты будешь очень счастлив Все это благодаря тебе Надеюсь, ты не забудешь меня, когда станешь этим, как его, графом Я буду думать о тебе постоянно Я буду писать тебе Надеюсь, ты мне тоже напишешь Вот мой адрес Мне Очень жаль, что ты уезжаешь Спасибо вам, мистер Спасибо вам, мистер, за все, что вы сделали для Сиди Он заслуживает этого Он парнишка особенный Боже, чуть не забыл Это я купил тебе Наденешь платок, когда попадешь к этим щегарям О, Дик, он великолепен Какой необычный Он всегда будет со мной Спасибо Большое тебе спасибо Что ж Прощай Что ж Прощай Вы не могли бы подождать меня здесь? Думаю, лучше мне одному сходить Конечно, я все понимаю Это вам, мистер Хоббс Вы хорошо будете смотреться с этой трубкой Знаешь, Сиди Я мечтал о такой очень давно А вот мой главный подарок, мистер Хоббс Там есть надпись На крышке внутри Я сам ее продиктовал Прочитайте ее Мистеру Хоббсу От самого старого его друга Лорда Фаунтлероя Решив узнать, который час Меня вы вспомните не раз Решив узнать, который час Меня вы вспомните не раз Я не хочу, чтобы вы меня забыли Я-то тебя не забуду Только ты уж меня не забывай Когда будешь там жить с английскими аристократами Я вас не забуду, где бы я ни был Надеюсь, вы когда-нибудь приедете ко мне погостить Возможно, дедушка пришлет вам письмо с приглашением Ведь это ничего, что он граф Я хочу сказать Вы же не откажетесь приехать Только из-за того, что он граф Я приеду с тобой повидаться Я просто Не смог бы тебе отказать Субтитры создавал DimaTorzok Принято 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 Дорогая, это замок Доринкорт? Нет, это Корт Лодж Где будет? А вот и Мэри Мы отлично провели время в Лондоне, Мэри Я так рада, что ты приехала раньше нас, Мэри Благодаря тебе Все вокруг кажется не таким уж чужим Вы будете очень счастливы В этом чудесном новом доме, мэм Мэм, это кухарка Миссис Гейнс А это горничная Сьюзан Мэм, мы сделаем все, чтобы вам было уютно здесь Не сомневаюсь в этом Пора нам проститься Я отправляюсь в замок Необходимо доложить графу, что вы благополучно добрались Но вы же не заберете с Эдди? Сегодня он останется со мной? Да, уверен Сегодня граф не ждал мальчика Он отправится в замок только завтра Даже не представляю Как сказать ему, что мы не будем жить вместе Я знаю, что неправильно было откладывать этот момент так долго Но мне никогда еще не приходилось обращаться с ним так жестоко Пожалуйста, передайте графу, что я не хотела бы брать у него деньги Вы говорите о содержании, которое он хочет вам назначить? У меня есть немного собственных денег Их будет достаточно для того, чтобы жить совсем скромно Я вынуждена принять этот дом, потому что только так я смогу видеться с Эдди Но больше мне ничего не нужно Он разгневается, он не поймет этого Думаю, что поймет Я не могу принять деньги от человека, который так сильно меня ненавидит Так сильно, что отнимает у меня сына Я передам графу ваши слова Это очень красивый дом Правда, дорогая? Сэдди Ты не поймешь сейчас то, что я тебе скажу Но верь мне Все, что я делаю, я делаю для твоего блага Завтра Мистер Хэвишем отвезет тебя к дедушке И ты будешь жить с ним в замке Но я с тобой не поеду Я буду жить в этом чудесном доме И Мэри позаботится обо мне Но, дорогая Ты же не хочешь сказать Этого не может быть Неужели мы больше не увидимся? Не будем вместе, как прежде? Нет Я не могу Я не хочу Нет Сэдди Ты должен быть сильным и смелым Ты поймешь позже То, чего не можешь понять сейчас Так для тебя будет лучше Но это и есть свои причины То есть Ты не хочешь, чтобы я был с тобой? Я очень хочу, дорогой Скоро ты подрастешь и все поймешь А пока просто доверься мне Знаешь, Сэдди Твой дедушка любит тебя И я хочу, чтобы ты его тоже любил Он очень добрый Он хочет, чтобы ты был счастлив Дорогая, я не могу быть счастлив без тебя Но так будет не все время Пойдем совсем недалеко от замка Ты будешь прибегать ко мне каждый день Тебе понравится замок И ты всегда будешь рассказывать мне Что-нибудь новое и интересное А я буду делиться с тобой своими новостями Так нам будет хорошо вместе Мы узнаем много нового и интересного Мы будем вроде как исследователи, да? Да Как мистер Стэнли и мистер Ливингстон Это будет здорово А каждую ночь, когда будет темнеть Я буду ставить свечку возле окна Она поможет мистеру Стэнли не сбиться с пути Не забывайте защитить свечку возле окна Не взя esttt Сек� Добрый вечер. Как настроение у его светлости? Таким разъяренным я его еще не видел. Требут от этих бедолаг немедленного погашения всех. Похоже, вам наконец-то предстоит заняться делом. Приветствую вас, сэр. Бербис, рад снова видеть тебя. А как я рад, сэр. Черт возьми, убирайся с глаз долом. Давно он такой? Да, сэр. Эти последние несколько недель были худшими временами в этом замке. Меня окружают одни безмозглые болваны. И закрой за собой дверь, проходимец. Я так больше не могу, мистер Бербис. Он просто невыносим. Среди апствует, крушит все вокруг, оскорбляет людей. И так зайдет день. И принес ему урожай с 63-го года, а он просил 51-го. Да разве их разберешь? Принеси другую бутылку. Боже мой, когда закончатся мои мучения? Почему я должен все делать за вас? Для чего вас наняли? Но, милорд... У него сейчас мистер Мордем. Я сказал все, что хотел, а теперь покиньте меня. Всего хорошего, милорд. Всего хорошего. Здравствуйте, мистер Хэвишем. Здравствуйте, мистер Мордем. Мистер Хэвишем, милорд. Хэвишем. Милорд. Вернулись? Будьте любезны, поправьте мне ногу. Осторожней, осторожней. Ну ты, не рычи. Так-то лучше. Ну что, какие новости? Лорд Фаунт Лерой и его матушка в Корт-Лоджи. Оба неплохо перенесли путешествие, находятся в полном здравии. Хорошо. Что еще? Сегодня он переночует у матушки, а завтра я привезу его в замок. Давайте ближе к делу. Что он за мальчик? Мать меня не интересует. Он каков? Трудно судить о характере девятилетнего ребенка. Дурак, что ли? Я не просто неуклюжий балбес. Я в детях не очень разбираюсь, но мне он показался весьма примечательным мальчиком. Здоров и хорошего роста? Здоров и хорошего роста. Стройный и собой неплох. На мой взгляд, для мальчика совсем не дурен. Хоть я, возможно, и не судья. Вы, вероятно, найдете, что он не похож на английских мальчиков. Не сомневаюсь. Дерзкий до крайности, те американские дети. Я о них наслышал. Читал в газетах. Я бы не сказал, что он дерзок. Он больше жил со взрослыми, чем с детьми. И разница в том, что в нем сочетаются зрелость и ребячество. Здоров. Обычная американская наглость. Вот что это такое. У меня к вам поручение от миссис Аррелл. Не желаю ничего слышать. Чем меньше о ней будет сказано, тем лучше. Но это весьма важное поручение. Она предпочла бы не брать содержание, которое вы намеревались выделить ей. Что вы сказали? Это что такое? Она говорит, в этом нет необходимости. А так как отношения между вами далеко не дружеские... А не дружеские? Еще будем быть дружескими. Меркантильная, крикливая американка. Милорд, вряд ли ее можно назвать меркантильной. Она ни о чем не просит. Только для видимости. Хочешь заставить меня с ней увидеться? Думает, я восхищусь ее решимостью? И не подумаю, хочет она того или нет, но деньги она получит. Она не станет их тратить. А мне-то что? Я их вышлют. Она не посмеет никому сказать, что живет как нищенка, потому что я ничего для нее не сделал. Наверное, она уже и мальчишку против меня настроила. Нет. У меня есть еще одно поручение, которое убедит вас. Ничего не желаю. Она просит вас не говорить лорду Фаунтлерою ничего, что дало бы ему повод подумать, что вы настояли на его разлуке с матерью из-за предубеждения против нее. Она говорит, что он этого не поймет и станет вас опасаться или охладеет к вам. Она хочет, чтобы ничто не омрачило вашу первую встречу. Да будет вам, Хэвиша. Вы утверждаете, что она ничего ему не сказала? Ни единого слова, милорд. Не было сказано абсолютно ничего, что могло бы заставить его сомневаться в ваших достоинствах. Мальчику объяснили, что вы чрезвычайно добрый и любящий дедушка. Он, несомненно, считает вас весьма великодушным человеком. Вот как? Да ладно. Уверяю вас, что отношение лорда Фаунтлероя к вам будет зависеть только от вас. Я полагаю, что будет лучше, если вы воздержитесь от пренебрежительных высказываний о его матери. Парнишка всего девять лет. Да вы поймите, что он провел эти девять лет с матерью. Он любит ее всем сердцем. Значит, он считает, что я великодушный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ Это лорд Фаундлерой и Милуард. Здравствуйте. Благодарю, Милуард. 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 Это лорд Фаундлерой, а это миссис Майлон, домоправительница. Здравствуйте, мэм. Я бы его милость сразу узнала, сэр. Он просто вылитый капитан и такой же обходительный. Это вы прислали мне кошку? Я очень вам признателен, мэм. Здравствуйте. Ах, сэр, наконец-то мы дожили до этого дня. Где его светлость? В библиотеке, сэр. Лорду Фаундлерой велели прийти туда одному. Лорд Фаундлерой и Милуард. Лорд Фаундлерой и Милуард. Лорд Фаундлерой и Милуард. Дуггал, назад. Как поживаете, сэр? Вы граф? Я ваш внук. Меня привез мистер Хевишем. Я лорд Фаунт Лерой. Надеюсь, вы здорова? Я очень рад вас видеть. Рад меня видеть. Да, очень. Я все время думала о том, какой вы. Похожи ли вы на моего отца? Ну и что же, похож? Мне кажется, не очень. Ты, наверное, разочарован. Нет. Любому понравится, как выглядит его дедушка, даже если он не похож на отца. Вы же знаете, родственники нам всегда нравятся. Боюсь, не знаю. Своего дедушку любой бы мальчик стал любить, особенно такого доброго, как вы. Так значит, я добрый? Да. Я вам так благодарен за Бриджит, торговку яблоками, за Дика. Бриджит? Дик? Торговка яблоками? Это мои друзья. Ведь вы прислали мне для них деньги. Вы еще сказали мистеру Хевишему, чтобы он их мне дал, если я захочу. Вот оно что, деньги, которые ты мог потратить, как пожелаешь. Так значит, ты все деньги потратил на этих людей. На Бриджит, Дика, и торговку яблоками. Да. И еще я подарил мистеру Хоббсу золотые часы и трубку. И я попросил нанести гравировку на часы. Решив узнать, который час, меня вы вспомните не раз. Я буду очень скучать по мистеру Хоббсу. Кто такой мистер Хоббс? Он наш бокалейщик. У него своя бокалейная лавка. Он мой очень близкий друг. Мистер Хоббс умный человек. Он может по памяти повторить всю Декларацию независимости. Что случилось? Просто я подумал, что может вам неприятно слышать о Декларации независимости. Я забыл, что вы англичанин. Ты забыл, что ты тоже англичанин? Нет, я американец. Ты англичанин. Твой отец был англичанином. Я родился в Америке, а кто родился в Америке, тот американец. Ты... Простите, что я вам противоречу. Только мистер Хоббс мне говорил, что если будет еще война, я должен быть за американцев. Но я обещала ему, что если начнется война, я постараюсь прекратить ее. Ах, вот как. Ужин подан, милорд. Осторожней, осторожней. Осторожней. Я сказал. Хотите, я вам помогу? Вы можете на меня опереться. Когда у мистера Хоббса болела нога, ее бочка с картофелем отдавила. Он всегда на меня опирался. Ты думаешь, справишься? Мне кажется, справлюсь я очень сильно. Мне ведь уже 9 лет. Вы можете опереться с одной стороны на палку, с другой на меня. Ну, попробуй. Просто обопритесь на меня. Я буду идти очень медленно. Да не бойтесь вы опереться на меня. Я ничего. Если только это недалеко. Видишь, вон тот портрет. Он был 10 графом Доринкортом. Король Генрих Первый даровал ему титул за доблестную службу во время войны с Испанией. Он был чрезвычайно отважным человеком. И никогда ни перед кем не отступал. Свою напористость вынаследовал от него. Как интересно. А в горячей воде с горчицей вы ее не парили? Мистер Хоббс парил. А еще говорят, баранья трава очень помогает. Спасибо. Я попробую. Как жарко сегодня, не правда ли? Летом часто бывает жарковато. Ах ты мой! Это что? Это мне Дик подарил. Красивый, правда? Каждый раз, когда я буду доставать его, я буду вспоминать своего друга Дика. Вот оно что. Да, так тебе будет трудно его забыть. Дик профессиональный чистильщик сапог. Вам бы он понравился. Он такой правильный. Правильный? Да. Он никого не обманывает. Никогда не ударит мальчика, который меньше его. Милая словячка. Благодарю. В чем дело? Тебе суп не нравится? Очень нравится. Просто я размышлял. Размышлял? О чем? Вы не всегда носите свою графскую корону? Нет. Она мне не очень к лицу. А мистер Хоббс говорил, что вы ее носите всегда. Правда, потом он сказал, что, возможно, вы иногда ее снимаете, когда хотите надеть шляпу. Да, я иногда ее снимаю. Вы, должно быть, гордитесь своим домом. Такого красивого я никогда еще в жизни не видела. Только для двоих этот дом слишком велик, правда? Нет, по-моему, он достаточно просторен. Я только подумал, что если в нем живут два человека, которые не очень ладят между собой, он может быть одиноко. Благодарю. Как думаешь, со мной тебе легко будет ладить? Думаю, да. Благодарю, вы не менее интересный человек, чем мистер Хоббс. Мы с мистером Хоббсом очень хорошо ладили. Он был моим лучшим другом, не считая... Фонд Лерой, о чем ты думаешь? Я думала, дорогой. Кто такая дорогая? Моя мама. Я думаю, лучше мне встать и походить по комнате. Это очень хороший пес. Он мой друг. Он знает, что я чувствую. И что же ты чувствуешь? А ну-ка, подойди ко мне. Понимаете, мне никогда раньше не приходилось покидать свой дом. Странное это чувство, когда знаешь, что будешь ночевать в незнакомом замке, а не у себя дома. Правда, дорогая, не так уж далеко. Она сказала, чтобы я об этом не забывала. Ведь мне уже 9 лет. К тому же я могу смотреть на портрет, который она мне подарила. Вот, видите, надо нажать на эту пружинку, и футляр откроется. А там она. Ты, кажется, думаешь, что очень ее любишь. Да, так оно и есть. Знаете, мистер Хоббс и остальные мои друзья, нет, ну, дорогая мне, близкий друг. Папа мне велел заботиться о ней. Когда я вырасту, я буду работать и приносить ей деньги. О чем ты думаешь заняться? Ну, раньше я думал войти в дело с мистером Хоббсом. Но мне бы очень хотелось стать президентом. Вместо этого мы тебя пошлем в палату лордов. Что ж, если б я не сумел стать президентом, а палата заведения солидная, взражать не буду. Торговать бакалей порой бывает скучновато. В палате лордов тоже. Но это дело, которым обязан заниматься каждый граф Доринггард. Мне нужно обсудить это с дорогой. Субтитры создавал DimaTorzok Спокойной ночи. Да хранит тебя Господь. Доброе утро, Томас. Доброе утро, сэр. Его светлость у себя в библиотеке. И таким я его еще никогда в жизни не видел. Может, мне стоит зайти в другой раз? Ну, что он ожидает вас? Доброе утро, Мардент. Как видите, я нашел себе новое занятие. Не хотите присоединиться? Я немного не в форме, милорд. Да и игрок из меня никуда шли. Жаль, я забыла о вашем возрасте. Это новый лорд Фонтлерой. Фонтлерой – это мистер Мардент, приходской священник. Очень рад с вами познакомиться, сэр. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться, лорд Фонтлерой. Что провела вас ко мне сегодня? У кого там беда стряслась? У одного из прихожан милорд, у Хиггинса, который живет на крайней ферме. Навик сказал ему, что если он сейчас не заплатит, то пусть уходит с фермы. Он плохой арендатор. Навик говорит, что он вечно опаздывает. Он своих детишек и жену очень любит. Если забрать у него ферму, они будут голодать. Вот и с Майклом то же самое было. Я и забыл, что у нас появился филантроп. Подойди. А что бы ты сделал в этом случае? Если бы я был очень богат, я бы позволил ему остаться и помог бы его детям. Здар. Лорд Фонтлерой должен вести себя подобающе. Поменешь писать? Да, только не очень хорошо. 160 за стол и напиши Мэйку свои указания. А что же мне написать? Пиши. Оставьте пока Хиггинса в покое. И подпишись, Фонтлерой. Как по-вашему, этого хватит? Дорогой мистер Невик, пожалуйста, оставьте пока мистера Хиггинса в покое, чем весьма обяжите уважающего вас Фонтлероя. Да, Хиггинс это вполне устроит. Мистер Хоббс всегда так подписывался. Я подумал, что лучше будет добавить «пожалуйста». А правильно я написал «в покое». Ну, в словарях его пишут несколько иначе, но... Этого я и боялся. Уверен, Хиггинс на ошибки жаловаться не будет. Я считаю вас самым замечательным человеком на всем белом свете. А вы, мистер Мордент? Я обязательно напишу об этом мистеру Хоббсу. Что ж ты ему напишешь? Я напишу, что такого доброго человека я в жизни не встречал. Что вы всегда о других думаете, и об их счастье печетесь. И я надеюсь, что когда я вырасту, я буду такой же, как вы. Как я. Держите, Мордент. Передайте это на веку. Непременно передам. Это очень хорошая новость. Благодарю вас, Милорд. Меня за что. Благодарите Фонтлероя. Благодарю вас. Всего хорошего, сэр. Всего хорошего. Можно мне теперь пойти к дорогой? Думаю, она меня уже заждалась. В конюшне для тебя есть кое-что. Позвони в колокольчик. В конюшне? Спасибо. Но если вы позволите, я лучше завтра туда пойду. Она меня с самого утра ждет. Ну что ж, я прикажу заложить карету. Тебе совсем неинтересно, что же там в конюшне? Очень, очень интересно. Ну хорошо, хоть так. Это Пони. Пони? Чей Пони? Твой. Мой? Да. Я никогда и не мечтал, что у меня будет Пони. Как дорогая обрадуется. Вы мне все-все дарите. Ты хочешь взглянуть на него? Конечно, хочу. Даже не могу передать, как сильно мне этого хочется. Только боюсь, я не успею. Ты непременно хочешь ехать к матери сегодня. Разве нельзя отложить поездку до завтра? Но ведь она все утро обо мне думала, а я думала о ней. Ах, вот как. Ну что ж, позвони. Вот ваша палка. Обопритесь на меня, когда будете выходить. Я не собираюсь выходить. Как? Вы не навестите дорогую? Дорогая меня извинит. Ступай и скажи, что даже Пони тебя не удержал. Она так огорчится. Она очень хочет вас видеть. Сожалею. Я пришлю за тобой позже, карету. Поехали, Джоффри. Поехали. 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 И только разлучать малютку с матерью. Горничная Сьюзан, которая работает в Кортлодже, говорит, что никогда еще не встречала женщины милее, чем миссис Эрл. На стоп появился юный джентльмен, который уже сам отдает распоряжение. Он даже своим именем подписался. Фолт Лерой. Просто невероятно. Юный добродетель. Глядеть, должна быть, это матушка. Да чё ж, молоденькая и хорошенькая. Доброе утро, мэм, доброе утро. Благослови вас, Господь, мэм. Благодарю. Доброе утро, мэм. Доброе утро. Глядите, едет его светлость. Глазам своим не верю. Говорят, он очень изменился. Вы посмотрите на юного лорда. Словно капитан, он вновь к нам явился. Ну, прям точная копия капитана. Как все вам рады. Сними шляпу Фантли Роя и здороваются с тобой. Со мной? Здравствуйте. Благослови вас, Господь, мэлорд. Живите долго и здравствуйте. Благодарю. Доброе утро, мэлорд. Благослови вас, Господь. 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 Продолжение следует... Здесь покоится прах Грегори Артура, первого графа Доринкорта, а также Элисон Хилдекарт, его супруги. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое? Кто это? Вон там. Твои предки. Они жили несколько сот лет тому назад. Возможно, это от них у меня такое правописание. Субтитры создавал DimaTorzok Мэр Хиггинс. Это и есть мистер Хиггинс? Да, полагаю, он явился взглянуть на своего нового лендлорда. Мне стало известно, что юный лорд замолвил за меня словечко, и я хотел бы его поблагодарить. Я стольким вам обязан, милорд. Я только написал письмо, а все сделал дедушка. Вы же знаете, он такой добрый и всегда всем помогает. Как здоровье, миссис Хиггинс. Да, конечно, милорд. Козяйке теперь лучше, когда она беспокоиться перестала. Мой дедушка очень огорчился, узнав, что у ваших детей скарлатина. Видишь, Хиггинс, как вы все ошибались во мне. А вот лорд Фантлерой меня понимает. Когда тебе понадобятся точные сведения о моем нраве, обращайся к нему. Садись в карету Фантлерой. Ты очень скучаешь по своей матери? Да, сэр. Я по ней все время скучаю. А вы по ней не скучаете, да? Я с ней не знаком. Я знаю. Это-то меня и удивляет. Она мне сказала, чтобы я ни о чем вас не спрашивала. Я не стану. Но ты с ней видишься чуть ли не каждый день. Разве этого недостаточно? Я раньше видел ее все время. Нам не приходилось ждать, чтобы сказать друг другу что-нибудь. Ты никогда не забываешь о ней? Нет, сэр. Никогда. И знаете, я вас тоже не забываю. И если бы жил не с вами, я еще больше о вас бы думал. Думал бы все время. Клянусь честью, я тебе верю. Дорогой мистер Хоббс, я немедленно должен рассказать вам о своем дедушке. Это ошибка, что все графы тираны. Он совсем не тиран. У него бадагра, и он очень от нее страдает. Он очень хороший граф, и он напоминает мне вас. Он всеобщий любимиц. Так. Напоминает мне вас. Ты только подумай. Совсем скоро он станет графом, и так уж сложилось, что мы знакомы. Я не уверен, что хочу напоминать ему этого графа. Боишься, как бы они не повлияли на него дурно. Ты прав. От этих аристократов можно чего угодно ожидать. Они очень проворно могут обвести тебя вокруг пальца. Они думают только о себе. Жаль, что он от нас уехал. Да. Какой бы из него вышел бы колейщик. Отменный торговец. А вы много знаете о графах и замках? Нет, немного. Не считая того, что они эгоистичны и расчетливы. Мой старший брат Бен тоже иногда мне пишет. Он уехал на заработки. Мне не хватает его. Иногда мне очень хочется, чтобы он вернулся. Дома ему тоже. Тебе одиноко? Это все не так плохо. А где ты сейчас живешь? Ну, я и еще 12 ребят снимаем комнату. Неподалеку. Некоторые иногда надираются, везут в драку. Но, по крайней мере, жилье дешевое. Такой парень, как ты, не должен жить в подобном месте. Послушай. Рядом с конюшной у меня есть небольшая, но уютная комната. Почему бы тебе там не пожить? Тебе-то не будет стоить ни цента. Клянусь. Вы это серьезно, мистер Хоббс? Ну, конечно, серьезно. Ура, мистер Хоббс. Да вы не граф, вы настоящий принц. Ну, вот еще. Этот американский мальчик творит невероятные чудеса. Говорят, что граф Доринкорд души в нем не чает. Когда же мы увидим его маму? Тише. Граф был против ее присутствия в замке. Малина, это и есть мальчик? Так, Констанция, это он, Фаунтлерой? Это твоя двоюродная бабушка, леди Лоридейл. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, молодой человек. Ты очень похож на своего папу. Я любила его больше всех на свете. Так вы знали моего папу? Ну, конечно же, знала. Тогда вам непременно нужно познакомиться с дорогой. Она вам много про него расскажет. Ей будет очень приятно, потому что я единственная, с кем она могла поговорить о нем. Я был совсем мал, когда он... Хорошо, Фаунтлерой. А это твой двоюродный дедушка, Гарри Лоридейл. Здравствуйте, сэр. Очень рада знакомству. Признаюсь тебе, Констанция. Впрочем, ты все равно сама это увидишь. Я привязался к нему, как последний глупец. Привязался? А как его мать? Что она думает? Не знаю, я ее не спрашивал. Тебе непременно нужно приехать в Лоридейл. Навестить нас. У нас только что появились маленькие щенята. Тебе они понравятся. Большое спасибо, дедушка. Но я не могу оставить Дугала. Он очень привязался ко мне. Мне не хотелось бы ранить его. Ранить его. Какой заботливый малыш. Ранить его. Это мисс Херберт, Фаунтлерой. Надеюсь, вы будете хорошими друзьями. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знакомы с Дугалом? Он замечательно подает лапу. Поздоровайся с мисс Херберт. Прелестно. Он мой лучший друг. Я люблю заводить друзья. Вы? Да, очень. Могу я быть твоим другом? И другом Дугала? Да, для меня это честь. Как ваше самочувствие, Фаунт, ищу ее, надеюсь, лучше? Благодарю. Гораздо лучше. Я знаком с Дорин Кортом более 30 лет и знаю его как никто другой. Но он впервые поинтересовался моим здоровьем. Удивительно. Корюшем, вы опоздали. Что вас задержало? Прошу прощения, Милорд. Меня задержало необычайное происшествие. Какое? Не сейчас. Позже, Милорд. Позже. Субтитры создавал DimaTorzok Очаровательно, милая. Какая прелестная песня. Благодарю, моя дорогая, благодарю. Вам нравится музыка? Да, она мне нравится в вашем исполнении. Дорогой Лорд Фаунт Лерой, почему вы так на меня смотрите? Я все думаю, какая вы красивая. Фаунт Лерой, пользуйся моментом, когда подрастешь, не посмеешь сказать такое. Как же можно об этом молчать? Разве вы не думаете, что она очень красивая? Мы не говорим то, что думаем. Лорд Фаунт Лерой может говорить все, что думает. Уверена, он говорит только то, что действительно думает. Я думаю, что вы красивее всех, кого я видел. За исключением Дорогой. По-моему, она самая красивая на свете. Не сомневаюсь, что это так. И еще я хотела поблагодарить вас за вашу доброту. Я никогда раньше не бывала на званых вечерах, и у меня было очень весело. Прошу прощения. Спокойной ночи, маленький лорд Фаунт Лерой. Счастливых сновидений. Доброй ночи. Я был очень рад вас видеть. Итак, Хэвишем, в чем дело? Позвольте поинтересоваться, что это за необычное происшествие? Плохие вести. Ушасные, милорд. Меня очень грустно, что сообщить их вам приходится мне. Почему вы так смотрите на мальчика? Весь вечер вы на него как-то странно поглядывали. Это как-то связано с Фаунт Леройем? Милорд, я не буду тратить лишних слов. Мое известие касается Фаунт Лерой. И если оно верно, то там на диване спит не лорд Фаунт Лерой, а всего лишь сын капитана Эррола. Настоящий же лорд Фаунт Лерой – это сын вашего сына Бэвиса, и находится он сейчас в меблированных комнатах в Лондоне. Что вы болтаете? Вы с ума сошли? Это ложь. Неслыханная ложь. Если это и ложь, то, к несчастью, весьма похожа и на правду. Сегодня утром ко мне в контору пришла женщина и сказала, что шесть лет назад ваш сын Бэвис женился на ней в Лондоне. Она показала мне брачное свидетельство. У них родился ребенок, но он дал ей отступного, и она уехала в Америку. Вздор! Эта женщина-проходинка, она все придумала. Бэм, что нет, милорд? Я своими глазами видел свидетельство о рождении мальчика. Она очень невежественная женщина, но она посоветовалась с адвокатом, узнала, что ее сын является лордом Фаунт Леройем и имеет право на наследство. Она настаивает на немедленном признании его прав. Я буду бороться до последнего. Ноги их здесь не будет. Я не желаю иметь ничего общего ни с ним, ни с его матерью. Вы ничего не сможете сделать. Ничто не сможет противостоять сыну вашего старшего сына вступить в свои права. Вы говорите, что эта женщина невежественна и вульгарна. Она и подписаться грамотно не умеет. Она совершенно необразованна и не скрывает своих корыстных побуждений. А я-то... Я-то возражал против его матери. Видно, это возмездие мне. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я так привяжусь к этому ребенку, я бы не поверил. Детей я всегда терпеть не мог. Своих еще больше, чем чужих. Но к этому ребенку я привязался. И что больнее всего, он привязался ко мне. Знаете, Хевшем, меня здесь не любят и никогда не любили. Но он меня любит. Он меня никогда не боялся. Всегда доверял мне. Он был бы лучшим графом Доринкортом, чем я. Он сделал бы честь нашей фамилии. Вы звали меня, лорд? Отнесите. Отнесите лорда Фаунтлеройя в его комнату. Сенсация. Объявился еще один наследник Доринкорта. Полагаю, Молина без суда это не оставит. Этот мальчик – единственный, кого он любил за всю свою жизнь. Ты полагаешь, что будет судебное дело? Несомненно. Он ведь упрямый. Вот будет скандал. Эта весть разнесется повсюду. Скажу тебе честно, Констанция. Никогда бы не подумал, что мне будет так жаль этого мальчика. А как я привязалась к этому мальчику, Гарри? Да. Остается надеяться, что все разрешится. Я вам вот что скажу. Если юный лорд потеряет свой титул, деревня потеряет своего лучшего друга. Да. Это верно. Я вам скажу еще кое, что старый граф до того привязался к мальчику и до того полюбил его, что теперь он прямо с ума сходит от всей этой истории. А это... Новое-то. К тому же на леди не похоже. Корыстная, простолюдинка. Вот кто она. Лицо мерзкое, глаза черные. Сюда направляются графы мистер Хевишем. У вас остановилась женщина, которая зовет себя леди Фаунклерой. Проводите. Пройдете со мной, милорд. Сюда. Войдите. Граф Доринкорд. Очень приятно с вами познакомиться, милорд. Бевис. Иди, пожми руку своему дедушке. Так вот, как вы собираетесь обращаться со своим внуком. И не надо на меня так смотреть. Он ваш внук. Да, милорд. Нашим доказательством является свидетельство о рождении этого юноши. Он сын покойного лорда Фаунтлерой. А теперь позвольте мне представиться, Джошуа Снэйд, к вашим услугам. Вот моя карточка. Я уже имел честь познакомиться с мистером Хевишемом. Леди Фаунтлерой предоставила мне все необходимые доказательства. Могу вас заверить, милорд, что в суде для нас это дело беспроигрышное. Однако смею предположить, что мы сможем прийти к соглашению и разрешить этот вопрос мирным путем. Подружески. Подружески? Да вы посмотрите, какой он тут жертву из себя строит. Жертва здесь только я. Да, Бэви женился на мне, чертовы побери, но он отец моего мальчика, и я это докажу. Леди Фаунтлерой. Если вы намерены со мной бороться, я вам покажу. Мне известно, что вас здесь недолюбливают. У меня нет никакого дела до вашей чертовой гордости. Она вам не поможет. Закон на моей стороне. Вы что, так и собираетесь молча стоять? Вам совсем нечего мне ответить? Леди Фаунтлерой. Заткнись. Я покончу с подобным бесчинством. Я это дело доведу до суда. Пусть весь мир узнает, каков вы и ваш гнусный сынок Бэрис. Бросит меня одну с ребенком на руках. Если бы вы только знали, что мне пришлось пережить. Вы только посмотрите на меня и на моего мальчика. Вам должно быть стыдно. Вы ваши родственники. Ближайшие. Вы утверждаете, что были женой моего старшего сына. Если мы не сможем это оспорить, закон на вашей стороне. В этом случае ваш сын станет лордом Фаунтлероем. И вам назначит содержание. Но я предупреждаю вас. Дело будет рассмотрено самым тщательным образом. Я же пока жив, не желаю видеть ни вас, ни вашего сына. После моей смерти, вы, к сожалению, сможете делать все, что вам заблагорассудится. Да, именно такую женщину, как вы, должен был выбрать мой сын Бэрис. Сожалею, граф Доринкорд, но другого варианта здесь быть не может. Это мое мнение. Вы согласны, Сиппл? Да, вынужден признать, других вариантов нет. Но они... Они же просто монстры. Это женщина. Это мальчишка сопливый. Они чудовищные. К сожалению, в подобном случае ничего нельзя изменить. Я сочувствую вам, но помочь ничем не могу. Да что мне от вашего сочувствия? Как вы считаете, если мы обратимся в суд, шансов у нас нет? Боюсь, что так. Свидетельство о рождении и все, что у нас есть. Обратившись в суд, вы только потратите уйму времени и денег. А результат будет все тот же. Возможно, мальчик окажется не таким уж плохим, как вам кажется. Возможно, вам удастся его исправить. Этот мальчик? Этот? Этот? Вот другой мальчик. Тот да. Мне ничего не остается, как примириться с вашим мнением. Пойдемте, Хавиша. Благодарю, Ваша честь. Это граф, мэм. Сам граф. Пригласи его. Миссис Эррл, как я понимаю. Да, я миссис Эррл. Я граф Доринкарт. Мальчик очень на вас похож. Мне это часто говорят. Но мне приятно думать, что он похож на своего отца. Да, он похож и на моего сына тоже. Не желаете присесть? Благодарю. Я приехал сообщить вам, что сделал все, что в моих силах. Проконсультировался с лучшими юристами. Мне очень жаль. Но это ужасная женщина со своим ребенком. Возможно, она любит его, как я люблю Сэйди, милорд. Титул Лорда Фаунтлеру и принадлежит ее сыну, а не моему. Да, боюсь, вы правы. Полагаю, вы предпочли бы, чтобы он не стал графом Доринкартом? Быть графом Доринкартом весьма почетно, милорд. Я знаю это. Но для меня главное, чтобы мой сын стал таким, как его отец. Честным, справедливым и верным человеком. В отличие от его деда, не правда ли? Я не имею удовольствия знать его деда. Однако мне известно, что мой сын считает. Я знаю, что Сэдрик любит вас. А любил бы он меня, если бы знал, почему я отказался принять вас в замке? Нет. Думаю, нет. Поэтому я и не хотела, чтобы он об этом узнал. Ну что ж, немного найдется женщин, которые бы так поступили. Да, Сэдди ко мне привязан. И я к нему тоже. Не могу сказать, что когда-либо раньше испытывал это чувство. Но он мне с самого начала понравился. Я старый человек и устал от своей жизни. Но он дал моей жизни смысл. И более того, более того, я горжусь им. Мне было приятно думать, что со временем он займет мое место и станет главой нашего рода. Мне очень тяжело. Очень. Прошу вас, присядьте. Вы переволновались и очень устали. А вам надо беречь силы. Благодарю. Возможно, поэтому я к вам и приехал. Я вас ненавидел. Я ревновал его к вам. Эта ужасно недостойная история все изменила. Увидев эту вульгарную женщину, которая... В общем, у вас мне стало гораздо легче. Я вел себя как глупый упрямец. Я знаю, что плохо обошелся с вами. Я пришел к вам просто потому, что вы похожи на мальчика. А я его люблю. Будьте ко мне великодушны. Ради него. Что бы ни случилось, Сэдди я обеспечу. Я о нем позабочусь и сейчас, и в будущем. Всегда. Спасибо вам. Вам нравится этот дом? Да, очень. Какая приятная комната. Вы мне позволите навестить вас снова, чтобы обсудить все это? Приходите, когда пожелаете. Вы пришли сообщить неплохие новости, да? Да. Очень плохие. Я больше не лорд Фаундлерой, ведь так? Именно так. И меня это очень расстроило. А этот другой мальчик, теперь он будет вашим мальчиком, как я был, да? Нет. Но ведь он будет жить в замке и называться лордом Фаундлерой, ведь так? Пока я жив, этот мерзавец на порог не ступит. Уж я-то об этом позабочусь. Значит, я останусь вашим мальчиком, даже если потом не буду графом. Вашим мальчиком, как раньше? Моим мальчиком. Пока я жив, ты будешь моим мальчиком. Клянусь небом, иногда мне кажется, что у меня никого другого никогда и не было. Ну, тогда мне все равно, буду я графом или нет. Понимаете, я думал, что вашим мальчиком должен быть тот, кто станет графом. А я им не буду. Поэтому... Им ничего не удастся у тебя отнять. Будь со мной. И я дам тебе все, что смогу. Все. А, дорогая, у нее отберут ее дом? Нет. Им ничего не удастся у нее отобрать. Ничего. На, все-все-все. Тебе пора спать. Тебе пора спать. Спокойной ночи, дедушка. Спокойной ночи, мальчик мой. Пожилой граф не желает иметь никаких отношений со своим законным наследником и не пускает его на порог своего замка. Последние несколько недель они пишут одно и то же. Есть что-нибудь новое с этим? Да, тут говорится. Говорят, истинный наследник не настолько умен и хорош, как прошлый претендент Седрик Эррл из Бруклина. Чтоб не провалиться. Жаль, что ему так и не удалось стать графом. Но я думаю, он не пропадет. Я тоже так думаю. Если у них там не сложится, он всегда может вернуться сюда, в свой прежний дом, и все будет по-прежнему. Я уже написал ему, что он всегда может вернуться и вступить в мой бизнес по чистке сапог. Ты знаешь, что я тебе скажу, Дик? Я давно планировал, что однажды Сэдди присоединится к моему делу. Из него выйдет отменный покорейщик. Новая леди Фаундлерой в прошлом была актрисой. Она играла в театрах Нью-Йорка и Лондона. Продолжение на пятой странице. И здесь ее портрет. Леди Фаундлерой, мать нового претендента. О, Боже. В чем дело? Это же она. Она? Да никакая она не аристократка. Я ее знаю лучше, чем вас. Это жена Бена, Мина. Твоего брата? Конечно. То есть она машиница? Конечно. Вот тебе раз. Она была замужем их до этого. Но я думала, что ребенок у нее был только от Бена. Это та, которая сбежала от Бена, когда он был в Чикаго? Конечно. Может быть, в Англии она родила еще одного? Может, да, может, и нет. Мы должны что-то предпринять. Должны. Нам надо с кем-то посоветоваться. Жаль, что я не знаком с Мерфи. А я его знаю. Правда? Да. Пойдем скорее. Он всегда был ярым защитником простых американцев. Особенно во время революции. Что за место? Что за дыра? Мне это осточертело. Торчать здесь. Не выйти, не прогуляться. Ни с кем не поговорить. Ты сама об этом просила. Я не это имела в виду. Где благодарность? Я тебе за это деньги плачу. Знаешь, бизнес есть бизнес. Бизнес. Устала я от этого бизнеса. Я хочу веселья. Почему тебе не съездить в Лондон? В Лондон? Нет, такое веселье я не хочу. Мне не терпится поскорее попасть в замок и навести там порядок. А вместо этого я торчусь здесь, в этой деревенской лачуге. Тебе приходилось жить в местах и похуже. А вот это не твое дело. Ковыряйся в своих бумагах и держи язык за зубами. И не подумаю. Это что значит? То, что я сказал. Ты мне рот не затыкай, Минна. Для тебя я леди Фонтли Рой. Войдите. Сам граф Доринкорт. Какое удовольствие видеть вас. Не желаете ли... Здравствуй, Минна. Здравствуй, Дик. Привет, Бен. Что ты здесь делаешь? Где ты был все это время? Вы знаете ее? Еще бы не знал. Он мой второй муж. Где ребенок? Какой ребенок? Ты знаешь, какой. Наш мальчик Том. Бен. Ты разве не знал? Ты не слышал? Кто-то должен был сказать тебе. Что сказать? У него началась пневмония. Через три дня после твоего отъезда. Это разбило мне сердце. Я хотела написать тебе, но не знала, где ты. Если это правда, кто тот мальчик, что сейчас с тобой? Это не твое дело, Бен Типтон. Могу я его увидеть? Нет, не можешь. Объясните, почему мистер Типтон не должен видеть вашего мальчика? Привет, Дик. Провалиться мне на этом месте. Мама! Мама! Заткнись. А вы, подлый негодяй. Что это вы задумали? Решили обидеть моего мальчика? Да вы у меня еще попляшете. Довольно. Подойди ко мне, Том. Я ничего об этом не знал, Белорд, уверяю вас. А как же фальшивые свидетельства о рождении? Клянусь вам. Неважно, Хэвишем, с меня довольно. Хватит. Выбирайтесь из страны как можно скорее. Пойдемте, Хэвишем. Вы еще об этом пожалеете. Я на вас в суд подам. Это ограбление. Приглашение мистеру Сайлосу Хоббсу от графа Доринкорта и Сэдди. Это что-то вроде музея, милорд? Не совсем музей, мистер Хоббс. Это портреты моих прятков. Ваших прятков? Все они? Что бы не провалиться. У вас великая семья. Очень большая. Вы их всех воспитали? Я имел в виду, что они все выдающиеся члены нашего рода. Знаете, граф, я всегда очень плохо относился к английской аристократии. Но я изменил свое мнение. Я хотел бы иметь такого предка, как вы. Вы очень хороший граф. Я польщен. Великий был человек? Да, из-за него у меня и подагра, мистер Хоббс. И все они были графами. И Сэдди тоже станет. И все это к нему перейдет. И он будет хорошим графом, мистер Хоббс. Конечно, будет. Все эти графы. Знаете, я бы сам не прочь оказаться на их месте. Спасибо вам большое. Сегодня замечательный день. Я всегда любила свой день рождения. Но такого у меня еще не было. И это потому, что вы все очень добры ко мне. Мой дедушка желает, чтобы вам здесь было весело и комфортно. И теперь, когда я взрослый, я тоже этого желаю. Думаю, это все, потому что я не очень силен в речах. Но я должен сказать, что благодаря вам мой день рождения такой веселый. Посмотри на этого юного оратора. Готов поспорить, однажды этот парень станет королем? Ни за что бы не подумал, что мальчонка умеет так хорошо говорить. Его речи лучше, чем у самого Мерфи. Чтоб не провалиться. У меня для тебя еще один подарок. Не считая всего того, что я получила сегодня утро? Да, это лучший подарок. Дорогая! Дорогая! Дорогая, я так ждал тебя, так ждал, я так ждал тебя. И я, дорогой. Фант Лерой, теперь твоя мама будет жить с нами в замке. Жить с нами? Жить с нами всегда? Вы действительно этого хотите? Мы всегда этого хотели, просто не могли найти нужных слов. Мистер Хоббс, как я рада вас видеть. Я рада, что вы не уехали в Америку. Нет, жить я там не хочу, не хочу. Америка хорошая страна для тех, кто молод и полон сил. Но там есть свои недостатки. Там нет ни одного предка. Да и графов тоже нет. Америка хорошая страна для тех, кто молод и полон сил. Субтитры создавал DimaTorzok